Я хочу вам показать одну очень интересную церковь в городе Тюмени, которая как раз характеризует то, как церковники под именем православных забирали себе чужое имущество, ставя на него свои кресты и объявляя, что это их церковь. Посмотрите, это здание с единым куполом, построенное против всяких канонов церковных. Круглое здание с куполом. Наверху, конечно, маковка приделана. Но, что интересно, на четыре стороны сделаны выходы. И вот самое интересное, это вот эти фронтоны на колоннах. Именно колонная архитектура с фронтонами близко по проекции храмов древней Греции. И я что хочу сказать. В городе Тюмени достаточно много зданий, в том числе и 19 века, деревянных, у которых крыши сделаны именно со скатами и фронтонами, а-ля Древняя Греция. И вот, посмотрите, это церковь якобы 1833 года. Церковь, всесвятская церковь, типа круглая. Впереди вот эта пристройка, это вообще пристройка, сделанная непонятно когда и что. Например, она уже после сделана, но дверь, интересная дверь с чеканкой. Посмотрите. То есть чеканка солнца. И в центр прикручена другая, новобдел с крестом. И это уже становится РПЦшной церковью. Вот здесь памятная доска, якобы 1833 год. Допустим, пускай остаётся начало 19 века. То есть пристройка. Из какого кирпича? Красный кирпич. Старый ли он, непонятно. Но верх, вот как он выжженный, не готовый. Вроде бы старый кирпич. Посмотрите, как пристройка приделана к старому зданию. Просто прилепили. Само здание строилось совершенно по-другому. Вот меня всюду интересуют вот эти старые кирпичи. Как будто они обожжённые. Я не особо верю в сказки про потоп. Но кирпич однозначно пережил какой-то катаклизм. Превратился в труху. Что множество зданий из того кирпича, кирпич абсолютно крепкий. Вот под толстым слоем. То есть вот эти следы катаклизма, когда кирпич был полуразрушен, потом толстым слоем штукатурился и закрывалось. То есть вот на четыре выхода выходят ходы. Все здесь были то ли окна, то ли что. Это последствия всё заделывалось и штукатурилось. Но входа с этой стороны, входа-выхода не было. Или он был высокий. Высокий. Вот этот здесь интересно. Посмотрите, здесь следы того, что здесь тоже был выход. Посмотрите, то есть под штукатуркой ясно видно, что здесь было то ли окно, то ли что изначально. Потом заделывалось и заштукатурилось. Вот он, то ли выжженный. Посмотрите, очень характерный кирпич, переживший катаклизм. Очень. Здесь уже цельный, как он и был, фактурно сделанный для колонны. То есть кирпич не точился, ничего. Его прям таким делали. Специально делали, чтобы потом из него колонну построить. Плюс здесь. Фактурный кирпич был изначально, делался вот таким фигуристым. Вот она, новодел пристройки, приделанный. Очень неаккуратно, очень неаккуратно, что характеризует определенный период эпохи в нашей хронологии, когда делали очень неаккуратно, как будто учились только делать. То есть сделано безобразно, просто так здания русские не строились. Это уже просто гастарбайтеры делали. И вот опять характерная на уровне до метр тридцати кирпич, переживший какие-то катаклизмы. Вот такая церквучка. И вот эти фронтоны очень похожи, как в Петербурге. Исаакий с такими же фронтонами, выходящие на разные стороны. И здесь, в Тюмени, вот есть такая архитектура. У меня есть небольшой компас, и он показывает, что вот эти входы с колоннами, входами старые, они сейчас ориентированы на север-юг, запад-восток. Вот такие сказки есть в Тюмени, в Сибири.